Воспитанники детского сада номер 130 теперь будут заниматься физкультурой с еще большим интересом. Новый скалодром поможет детям не просто развивать физические навыки, его оснащение позволяет это делать в игровой форме. Колокола, ниндзи и даже собственные маршруты перед яркой графикой не могут остоять не только дети, но и взрослые. Более того, оборудование позволяет выбрать индивидуальный режим для каждого ребенка. Скалодром 3 метра высотой, но различные функциональные возможности позволяют использовать это оборудование детям разного возраста и с разными потенциальными возможностями. То есть кто-то из детей имеет меньшие возможности, мы можем задать первый уровень, кто-то имеет большие способности и на этом же оборудовании мы можем дать более усложненные варианты заданий. Заниматься на новом оборудовании смогут все воспитанники 6-7 лет. Для этого нужно будет только предоставить разрешение врача. Об установке скалодрома задумывались давно, признается заведующая, но не позволяли финансовые возможности. Однако, сэкономив необходимую сумму, в прошлом году руководство учреждения осуществило давнюю задумку. Скалодром стоимостью 865 тысяч рублей, полностью отечественного производства. Техники безопасности в детском саду номер 130 уделяют особое внимание. Детей учат правильные постановки ног и рук. А сам интерактивный скалодром выдерживает массу более 250 килограммов. На него легко могут забраться сразу несколько взрослых. В детском саду уверяют, оборудование полностью безопасно. Детей страхуют с помощью специальных поясов. Малышей даже учат правильно группироваться на случай падения. Каждая тренировка начинается с разминки. Только после разогрева детей допускают к оборудованию. Также в программу занятий входит практика вязания узлов, чтобы ребята научились самостоятельно закреплять страховку. Затем будет идти на усложнение ребятам программа. То есть они должны будут забраться не только на нижний ярус, а также на средний, а потом на самый высокий ярус. К выбору тренера для детей тоже подошли ответственно. Молодой специалист Наталья Пушкина занимается скалолазанием с 6 класса. Кроме того, она полтора года была тренером по спортивному туризму для школьников. В детском саду ребята под ее началом занимаются всего месяц, но уже рассказывают о тренировках с горящими глазами. Нас еще учат ходить по каранату, вязать узлы и еще вис со сменой рук и просто вис. Я мечтаю на будущее забраться на гору. С каждым годом в детском саду стараются увеличить количество интерактивного оборудования. Кроме скалодрома, здесь уже остановлены специальные кормушки, отслеживающие эмиграции птиц, а также теплицы с первыми пробившимися ростками. По мнению заведующей, такое оборудование развивает в детях интерес к окружающему миру и побуждает к исследовательской деятельности. А это основа для развития маленьких севастопольцев. Екатерина Решетникова, Дмитрий Лирека, Севенформбюро.